Всем привет! Это наш третий день в Калининграде. И... Второй день на водзале. И вторая часть влога. Мы сегодня едем покорять Светлогорск. Будем смотреть историю. Знаю, что этот город назывался Раушель. Шелест. Вот. И именно сегодня работает канатная дорога, поэтому именно сегодня мы едем туда и берем вас с собой. Мы сегодня не делаем вчерашние ошибки. Вчера мы были в Зеленоградске. Кстати, кто не видел, переходите, смотрите обязательно первую часть. И мы оделись слишком легко, потому что не ожидали, что будет такой сильный ветер. Сегодня я в капюшончике, в спортивном костюме, одела самую теплую куртку, которую только можно, утеплила ее как только можно. Вот. Что скажешь? Ты готов покорять Светлогорск? Ой, еще я путаю Солнечногорск и Светлогорск, но все нормально. В Московскую область пока я не спешу. У нас еще два замечательных дня в Калининграде и в Калининградской области. Все, мы отправляемся. Кстати, можно доехать на Ласточки. За сколько? За 236 рублей, да? Мы на двоих отдали. Вот. Так что вообще супер кайф. Сейчас через часик будем уже там гулять. Здесь стройка. Вот такой миленький вокзалчик. Вы можете посмотреть на канатную дорогу, но только посмотреть, потому что она, походу, не работает. Там все, там внизу стройка. Красота. Мы могли бы посетить, но не посетили, называется. Класс. Хотя написано в интернете везде, что она работает. Ну ладно, будем искать другой путь к морю. Зато здесь очень красиво. Зато и очень красивый. В итоге было решено идти вот здесь. Вроде как в ту сторону идут больше час туристов. Собственно, как всегда. Блин, ну здесь воздух. Ребят, какой здесь воздух. Какой здесь... Здесь воздух просто наичистейший. Вот мы жили в Эрверуме, в Турции. Даже в горах. Светлогорск находится тоже в горах. Ой. Дышится просто вот. Ощущение, как будто бы ты летишь, а не идешь. Вот реально. Красота. Ну, сейчас будем смотреть по достопримечательностям. Стою, как тут. Ну что, мы идем уже. Минут 10. И по всей дороге много всяких там пекарни, кафешки. И продают, естественно, янтарь. Везде. Можно с горы туда спуститься. Там тоже что-то будет. Но мы пока идем прямо. Все время прямо. Мазонтики какие-то. Мод. Гагарина. Это Ваня Дмитриенко. Итак, мы дошли до прекрасного перекрестка. И идем к самой главной достопримечательности. Собственно, сейчас покажу все. Мне кажется, это самое офигенное. Вот эти миниатюрные знаки. Это самая старинная водонапорная башня. Это вообще красота. Мне кажется, крышу так и не меняли, да? Так интересно. Крышу-то меняли. Дерево, наверное, не меняли. Так интересно. Вообще. Здесь еще вот такие вот всякие домики. И сейчас я покажу. Целая улица из такого, ну, состоящая из такого вот асфальта вообще. Красота. Здесь прямо вот как в сказке какой-то. У нас сегодня выглянуло солнце. Стоило нам приехать в Светлогорск. У-ху! Отель «Старый доктор». Так, для антаража положили перчатку. Будем считать, что не ее кто-то потерял. Блин, какие здесь крошечные домики. Все улицы в Светлогорске ведут просто реально к какому-то интересному экспонату. Вот мы дошли до Янтарь-холла. Здесь проходят Лига КВН, всякие концерты. Олег Газманов 21 июля мы видели. И то, что я заранее там до этого снимала. МОД. Полина Гагарина. Вот тоже тут будут выступать, получается. И здесь еще одна часть Музея Мирового океана. Здесь про Тихий океан и Индийский, по-моему. Такая вот красота. Ну и здесь одна стройка. Как думаешь, к лету успеют? Тихий океан и Индийский, по-моему. И лифт. Лифт 80 рублей вниз. 80 рублей наверх. 80 рублей в одну сторону, так сказать. Море. Даже другого цвета море сегодня. Чтобы отправиться на лифте, нужно заплатить 8 рублей. Оплачено. Мы заплатили за что? За то, чтобы на лифте покатываться. Здесь вот тепло. Ну что? Давай пропускай меня. Лифт кафе. Смотровая площадка. Здесь лифт. А здесь смотровая площадка. Ну, мы там недолго гулять будем. Там некуда идти. Здесь такая красота. Где я справа? Ну, отлично. Ты же до конца пойдёшь подниматься. Смотровая площадка вниз. Выход в город туда. Та-та-дам. Здесь? Да. На первой. Это мне первого, второго. Это еще вверхоместа. Отлично. Там солнышко. Красиво! Здесь такая вот, конечно, штучка. Ну, ладно. Что делать? Идем наслаждаться морем. Мы поднялись спустя минут 20, наверное, где-то. Как мы погуляли. Идти дальше некуда. Только если гулять сверху. Не у моря. Вот. Люди туда-сюда бродят по морю, но... По берегу. Причем даже не по берегу, а по набережной дальше. Ну, мы идем смотреть. Дальше знакомиться с городом. Есть бесплатный проход. Это лестница. Одна проблема. Здесь замечательные, конечно, виды. Здесь дом скоро будет тоже. Красивый. Красивый. Здесь просто замечательные дома. Но надпись. Скоро здесь будет красиво. Ну, и пользование пляжем, соответственно, запрещено в зоне производства работы. А зона производства работ на весь пляж. Вот такая вот дилемма здесь. Очень классно, что здесь везде такие вот домики. Просто замечательно. Прям как в сказке. Каждый дом – это одна какая-то отдельная сказка. А вон, посмотрю, голубенький домик. Тоже красота. На ощупь искать. Да. Здесь все так красиво. Красиво. Дегустационный зал. Я дегустировала. Я бы еду подегустировала. Здесь везде, естественно, янтарь, 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 янтарь. И вот открывается, видно, какой-то променад красивый. Там очень много всяких там пекарников, аэшки, еще что-то. Поэтому идем туда. Не скажу, где, но скажу, как. Вот так. Мы дошли до этого берега. Посмотрите, просто какая красота. Просто тишина. Не хочется ни говорить, ни слова. Вот правда. Это стоило того ужаса. А вот остались позади наши вот эти трубы. И бесконечная стройка. Она на нас охотится или что? Она нас обходит с разных сторон. Она что-то подозревает. Это не так. Все. Время московское. 16.13. По Калининграду сейчас 15.13. мы уезжаем из Светлогорска на самом ближайшем поезде, который мы нашли. Вот. Всё. Погуляли, нагулялись, перекусили. Красота. Всё. Мы выходим из номера, выселяемся. Пойдём сейчас гулять. И... Что мы делать будем ещё? Ну, пообедаем. Вот. Музей Мирового Океана. Вот так вот, короче. Что ещё? Да, в принципе, всё. Сейчас погуляем, и уже в 4 часа нужно будет выезжать в Аэропорт. Милее, друзья. Встать рядом. Улыбнитесь. Улыбнитесь. Три, два, один. Снято. Слои мы прекрасны. Мы взяли билеты в Музей Мирового Океана сейчас. Вот. Музей Мирового Океана делится на разные вообще части. В кассах можно выбрать, куда именно ты хочешь пойти, на какие вот эти вот лодки, корабли. Вот. И также есть главное здание глубина и аквариум называется. Там всякие рыбки, видимо, секреты Мирового Океана и что-то такое. Вот. И вот такая вот красота тут. Здесь, конечно же, как и весь Калининград, всё перекопано полностью. Сейчас мы идём, соответственно, на подводку, да? Вот здесь здесь такая красота. Ну, музей, кстати, я думала, будет выглядеть посимпатичнее, но здесь стройка, соответственно, не особо это всё симпатично выглядит, но корабли вот эти огромные такие внушительные. Вот. И при покупке билета на подводную лодку что в подарок? Куб в лодку. Это что такое? Куб в лодку. Куб в лодку, можно гореть, что-нибудь. У меня, ну, правда, что это такое? Не знаю, сказали напротив лодки в лодку. Короче, сейчас посмотрим. Я не знаю, можно там снимать или нет вообще. и нормально там вообще будет смотреть что-то. Ну, посмотрим сейчас. Просто билеты, как и везде, лифт стоил вчера 80 рублей туда и 80 рублей обратно. А в итоге мы там ничего не походили минус 5-10, просто на море полюбовались. А всё остальное там просто тупо ну, строится ещё. Короче, не знаю. А это там стёрся вот этот шар или это так и надо? Думаешь? а я думаю, это стёрся. Ну, ладно. вот мы идём на неё. Я так понимаю, снимать можно, да? Ну, если нет, то я же супермастер конспиратор 3000. Ой, качается стрёмно. Ну, что? Проход запрещен. Идём сюда. сюда. Ой-яй-яй. Ой-яй-яй. Слепла такой лестница. Не знаю, она смотрится вообще лайтом вот так нормально. средствами для выхода из затонувшей лодки. Это первый, третий, в котором расположен центральный пост управления и седьмой отсеки. Во всех семи отсеках размещена информация об их функциях. Это мы дальше сюда сюда пойдём. Длина подводной лодки 91 метр 30 сантиметров. Ширина 8,5 метра. Высота от основной плоскости 11,9 метра. Я нашла, куда мы дальше идём. Водоизмещение надводное положение в нужный обход корабля. Он разделяется на устройство и на сайной части и не на сайной части. В первом отсеке расположение с шестными определенной собственной скрытностью и повышение дальности обнаружения противника, что успешно решалось на Б-413. Первая и вторая группа аккумуляторов на батарею, на подзарядке которых в среднем раз в 4 дня лодка должна всплывать в надводное положение, чтобы обеспечить движение под водой. Каюта командира. Вот такая каюта маленькая. Каюта офицера. Офигеть. Офицерская кают-компания. Стол кают-компания являлся одновременно и операционным. Над ним установлены софиты. Врач с помощником, химиком, санинструктором мог проводить операции. Второй отсек носовой, аккумуляторный и жилой. Через стеклянные вставки вверх можно рассмотреть внутреннее помещение. Такие кроватки маленькие. В отсеке расположена рубка гидроакустиков, где действует тревога, работающая в режиме шума и экспепелляция, звукоподводной связи и обнаружение гидроакустических сигналов. Всегда существует проблема собственности и повышения дальности противника. Кают-компания офицера. О, можно. раз в четыре дня блоки должна всплывать наводное положение, чтобы обеспечить ближе автобусы. Это они здесь компашками собирались. Идем. Все вот эти вот... О, кухня. Ребята, кухня, смотрите. Жалко, что зайти нельзя. Для превращения подводного судна в боевое движение в надлодные положения и электродвигатели с громоздкими аккумуляторами. Не подумайте, я тут не была, просто моя любимая часть, потому что, смотрите, очень много рубильников. Здесь опять все вот эти вот лестницы, стремные, сейчас я не могу отрывать руку, Заюш. Моя любимая, куча всего. Так, там даже звук какой-то есть. Что тут? А, аккуратно. Берегите голову, написано. Там система кондиционирования воздуха. Я иду, после этого всего как неуклюже. Просто. Ой, надо шапку одеть. Прикольно. А? Вот, у меня она. Не пугай. Прикольно. Идея прикольная. Вопрос только один. Одновременно запускают тучу просто народа, который толкается, пихается. Ну, как это, русские люди. Эти театралы сраные. И они просто пихаются. Я одной женщине даже сделала замечание. Я такого никогда не делала. Но все же, я иду, а она пихается в обратном направлении идет. Ты посмотрела здесь? Все, молодец. Все, что еще надо. Поэтому, когда одновременно, конечно, запускают, просто трэш получается. Такой дождливой погодой нас провожает Калининград. Вот так вот. Все, мы уже идем в аэропорт. Нас привезли. Вот такой вот он маленький. Императрица Елизавета Петровна. У меня. Так что, это было замечательное путешествие. И даже погода нас не подвела только в последний день. И то, ну, мы уже особо и не хотели гулять, только в музей сходили. Уже хотелось просто посидеть, да? За эти дни, за все. Вот. Спасибо всем, кто смотрел этот влог. Оставайтесь с нами, подписывайтесь. Что еще надо делать? Ставить лайки. Ставить лайки, подписываться. Чтобы не пропускать наши дорогие путешествия. Всех целуем, обнимаем. И до новых встреч. С вами была семья Алексеева. Пока-пока.